Это значит, по решению, эти люди перебивают не только меня, они не перебивают никто здесь. Ксения Анатольевна, на моей передаче я бы перебил всех, дал бы возможность сказать каждому. Вот этот человек называет меня блядей грязной ведьмой на вашей программе. И вы это позволяете здесь делать каждый раз. Ксения Анатольевна, я не имею права и одеть на него белый холл. У меня есть мое законное время, и этот человек меня все время оскорбляет, понимаете? Испытывая чувство глубочайшей симпатии. Заплачь, мама, прибежите. Вы правда считаете, что это норма? Нет, я считаю, что это ужасно, но таков закон. Я лично считаю, что это безобразие. Я был бы счастлив, если вы сходились... Я считаю, что это просто хамстоп. Я был бы счастлив, чтобы каждый из вас мог сказать свою точку зрения в уважении друг к другу. Потому что я с ужасом думаю о том, что наши избиратели вот это все смотрят. Это тот уровень политической культуры. Вы эту культуру нам предлагаете. Я? Нет. Вы не даете возможность просто сказать свое слово избирателям. Я пришла сюда. Не ради того, чтобы послушать бред Максима Шевченко. Я пришла поговорить со своими избирателями. Я был бы счастлив, чтобы дать вам это возможность. Эти правы не дают мне этого сделать, понимаете? И у нас сейчас, к сожалению, осталось буквально... А не лишат меня моего законного времени. Как только ЦИК мне прикажет, я начну вас перебивать... Вы придумали такой формат, в котором здесь все время... Ксения Анатольевна, извините, но это не я придумал. Я кандидат Явлинский. Он отказывается от заключительного слова. Я хотел бы сказать, что спор с Ксенией Собчак превращается в травлю. Не надо этого делать. Это недопустимо. У вас одинаковые полиции по Крыму, я понимаю, абсолютно. Травлю не надо устраивать никому. Травля – это низость. Травлю не надо устраивать. А выводить Россию из изоляции, нормализовать отношения с миром во имя интересов России и каждого жителя России – это моя цель. Цель – сдать Крым, сдать Донбасс, сдать Донбасс, это моя цель. Я считаю, что это безобразие коллективной травли одного кандидата. И это безобразие доведения женщины до слез. Следующая наша встреча завтра. Со зрителями я не прощаюсь. Но прошу ЦИК учесть то, что происходит здесь сейчас, и принять возможность, чтобы ведущие имели право хоть как-то влиять на этот процесс. Программа «Вечер» начнется сразу после рекламы. Благо! Добавительно! Благо!